Все, дальше нас ведет семейный врач. И когда я пришла, перестала пить таблетки, а потом к нему приходила мне взять на анализы бумажки, он говорит, а что у вас так давно не было? Почему вы не получаете таблетки? Ну, я, нет, потому что я их не пью. В смысле? Я держусь на питании. Как? А что, так можно? Я говорю, даже нужно. Медсестра, правда, спросила. Да как? Ой, это я ж вас помню. Вы же такая полненькая были. Я говорю, да, была полненькая. Гликира на 4,9. Гликира на 4,9. Ну, у вас нету диабета, у вас преддиабет. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Надежда. Я рада вас познакомить. Еще с одной прекрасной девушкой, участницей нашей программы «Ровный сахар». Надежда, благодарю вас за то, что пришли и за то, что сейчас поделитесь людьми своими результатами, своими изменениями, осознаниями. И, конечно же, вдохновите сотни людей на то, что и они могут тоже улучшать свою жизнь, здоровье и так далее. Надежда, я вижу визуально, что вы очень изменились, очень похорошели, постройнели. На фотографиях вас даже сложно узнать, как было до прихода в программу. Мне 63 года. Я с города Днепра попала. Даже я в программе не была, я была только в практикуме. А потом уже пошла в клуб. Ну, ваша поддержка, я постоянно смотрела ваши все программы, все выпуски, и они мне очень помогали. Дело в том, что я заболела, ну, у меня единственная почка, и получилось, бывают сбои, и я бываю в очень тяжелом состоянии. Ну, как раз такой период был. Вызвали скорую. У меня обнаружили, ну, небольшой сахар, так сказать, 6, там, и 5, тощиковый. Ну, я сама пыталась сразу, пока вас не нашла. Нашла очень много разных советов. К врачу я ходила. Мне сказали, да, у вас диабет, дали брошюрку, и на этом все закончилось. И выписали метформин. Ну, вернее, глюкофаж, но так как у меня финансовое положение не очень какое-то, я не могу себе покупать. Мне выписали бесплатный метформин. Я начала его пить. Да, сахар начал снижаться до уровня. Ну, начались скачки. Утром, когда я вечером принимала таблетки, мне сказали, тысячу принимать утром. У меня утром, вечером, у меня утром мог и 3,5, мне было плохо. В общем, начал скакать сахар от того, что я принимаю таблетки. Ну, начала читать сама учиться, потому что некому подсказать. Искать в интернете все, что угодно, чтобы хоть немножко себя облегчить. Ну, по крайней мере, тарелку я себе нашла, что я понимала, что надо сразу там овощи есть. Ну, я очень многих боялась фруктов, овощей. Я отказалась от всего. Я не знала, что можно. Я ни буряк, ни морковку, ни тыкву. Я ничего не ела. Я всего боялась. Ни фасоль, ни горох. Горох только зеленый и спаржевый. Больше я не ела. Я, в общем, ограничилась. Конечно, я начала сама резко худеть. Резко худеть очень начала. Потом, естественно, потому что неправильное питание. Худеть-то я сахар-то начала сбрасывать. Ну, я очень начала меняться. Я очень начала стареть. А потом случайно так вот все я дальше продолжала. Продолжала искать что-то более подходящее. Попала на вашу какую-то лекцию. И как раз вы предложили практику. Это был сентябрь месяц, двадцатый год. Надежда, на момент сентябрь месяц, двадцатый год. На этот момент давайте, какой у вас был вес, какой был сахар на момент практикума и какие еще были заболевания. Ну, на момент практику я уже, конечно, хорошо сбросила. Я 15 килограмм точно сбросила. И сахар у меня был гликированный 5,9 уже. Такой 5,8 в основном 6. Я выше уже за рамки не выходила, потому что я очень строго держалась. Потом я прошла ваш практикум. Сахар у меня... Вес у меня стал нормально, постепенно падать. Не так... А какой был вес на момент прихода в практику? Ну, если у меня было 80... 95 сразу, 15 я потеряла. То есть вы в практику пришли на 80 килограммах с весом 80 килограмм. Понимали, вам удавалось нормально компенсировать сахар? Ну, у вас стаж диабета диагностирован был только около года. Как? Верно? Я понимаю. Да. Вы принимали очень большие усилия в плане питания? Понимали, что вы делаете? Я сама 3 месяца таблетки пропила, и мне от них плохо. У меня начала опять болеть почка сильно. И я бросила пить таблетки, держалась на питании. Ну, а потом зашла в ваш практикум. Прошла я практикум. Вес у меня стал падать опять. Ну, нормально. Каждый день там я теряла. Я нормально себя чувствовала. И все. Ну, финансовое положение у меня не позволяло зайти. Но я все ваши программы смотрела. Где вы лекции читали всякие, о продуктах, а все. Я ничего не пропускала. Я всегда следила. Мне это очень даже помогало. Потом... И я вот постепенно, постепенно стала сбрашивать вес. У меня немножко стала подтягиваться. Я стала питаться лучше. Потому что, ну, как говорят, диета очень дорого. Ну, ваша диета, получается, она... Я не скажу, что это очень дорого. Мне это подходит. Хотя у меня очень маленькая пенсия, но я могу питаться по вашим диетам. Ну, на вашем питании, которое вы рекомендуете. И мне это очень хорошо помогло. Помогло. И я вообще нормализовала сахар. Последнее время у меня все время был 5,2. 5,8. Это уже 6,1. Это после еды. Ну, это если какой-то праздник. Кто-то меня уговорит. Кто-то где-то что-то. Я могу съесть или сладенькое, или что-то. Знаешь, я позволила себе что-то лишнее. Ну, 2 часа после еды, больше 7,5 у меня ни разу не поднимался. Ну, это даже похоже на то, что вы перешли в преддиабет. Таблетки вы тоже перестали пить, верно? Да. Так я как-то не обнаружили, и мне стало плохо. Я через 3 месяца таблетки бросила сама. Я не... Врач мой... Ну, у нас же ж вы прекрасно понимаете, что у нас же сразу переводят от эндокринолога. А эндокринолог дал бумажку, на этом закончилась, и идите к семейному врачу. Всё. Дальше нас ведёт семейный врач. И когда я пришла, перестала пить таблетки, а потом к нему приходила мне взять на анализы бумажки, он говорит, а что у вас так давно не было? Почему вы не получаете таблетки? Ну, я... Нет, потому что я их не пью. В смысле? Я держусь на питании. Как? А что, так можно? Я говорю, даже нужно. Медсестра, правда, спросила. Так как? Ой, это я ж вас помню. Вы же такая полненькая были. Я говорю, да, была полненькая. Я говорю, ну, я общаюсь. У меня есть психодиетолог, Марина Муратина. Она записала данные. И всё. И я говорю, ну, я говорю, а как вы к ней попали? Я говорю, через ютуб. Я в ютубе случайно нашла её лекцию. И так и начала. Я её прошла, ну, не программу хотя бы, а практикум. Ну, я говорю, а потом записалась в клуб. Мне это, ну, довольно хорошо помогло. И помогает. И в клубе очень, как говорится, приятная отстановка. И время от времени, ну, раз в месяц рацион. И меня это устраивает. И поэтому... А скажите, пожалуйста, а какой вес у вас сегодня? В общем, 65, ну, уже, по-моему, меньше. Потому что не взвесилась весы, батарейка села. Ну, похоже на то. То есть это надо пронаблюдать. Есть несколько диагностических критериев. Но вполне возможно, что вы выходите в преддиабет. Я вот хочу обратить внимание людей, которые нас слушают. Во-первых, Надежда вовремя начала предпринимать усилия. Очень грамотно сориентировалась в том, что таблетка наносит вред. Здесь, я вам скажу, ваши финансовые сложности сработали совместимо с вашим здравым смыслом. сработали на вас, потому что вы, как я услышала, у вас не было возможности покупать более-менее качественные препараты. И поэтому вы пользовались дешевыми, ну, которые, в общем, вам там помогает государство купить. Они, конечно же, более там, худшего качества. И я представляю, каких волевых усилий вам это стоило. Но вы не сложили руки, да, вы искали, вы работали над собой. В результате на сегодняшний день вы скинули 15 килограммов самостоятельно, 15 килограммов следующих уже при моей поддержке. Правильно я понимаю? И основное, и что самое важное, что я вижу вот сейчас, что, скорее всего, у Надежды произошёл реверс, регресс диабета в преддиабет. Вот обратите внимание, друзья, медицина официально говорит о том, что диабет неизлечим. Ну, вот просто на это надо много времени. Зависит от многих факторов. Как вы ведёте себя, когда узнаёте, что у вас есть это заболевание, да, и так далее. И, конечно же, чем быстрее, обычно, особенно те люди, которые только недавно узнали о диабете, о чём я вам говорю, рассказывайте знакомым друзьям, это золотые три месяца. Если вы быстро начнёте заниматься едой, головой, то вы сможете, вы уже не первый случай, Надежда, который у нас доказан, медицинский диабет, реверсировал в преддиабет. Соответственно, мы говорим о том, что процесс идёт, и диабет лечится. Понятно, при что? При очень многих, но, 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 но. Но это факт. Хорошо, то есть минус 30 килограмм, супер. Скажите, пожалуйста, давайте поговорим о клубе. Что вам даёт клуб, общение в клубе, и как вам помогает нахождение в этом сообществе? Ну, клуб мне очень нравится. Во-первых, можно посоветоваться, поговорить, однодумцы, мы друг друга понимаем, с едой, с этим, потому что так я с кем толком поговорить не могу, потому что, ой, как ты можешь такое кушать? Да это ж ты штука на овощах, да, на овощах. Ну, не только на овощах, и, как говорится, всё, это самое, но больше овощи. Допустим, я не могу есть сырые овощи, я приловчилась, я их притушиваю немножко, я их ем альдентом, у меня получается. Тогда у меня не болит желудок, у меня не болит поджелудочный, у меня очень, кажется, много в свою жизнь заработала заболеваний, но я нашла выход из положения, и мне это подходит. Всё. Выход, если есть желание, если есть стремление, я просто видела, у меня нет близких, совсем близких родственников, мама там, тётя родные, это у меня нет никого с диабетом. Я считаю, что диабет я заработала больным позвонком, о том, что я очень много пила таблеток, забыла, как они называются, обезболивающих таблеток, да, и я этим сорвала и желудок, у меня в жизни желудок не болел, а теперь у меня страшнейший гастрит, ну, я держусь с вашими советами, вашими подделками. А скажите, а как ведут себя ваши другие заболевания, когда вы улучшили ваше питание, как они начали, ну, как дальше развитие? Ну, как вот, ещё таблетки пила, то у меня очень сильно болела почка, конечно, я ходила к врачу, и антибиотики кололи, и всё, вот, всё, меня откололи, я отлечилась, не стало легче, я бросила пить таблетки, и с тех пор у меня, бог миловал, почка не болела, она у меня одна. Отлично. А скажите, пожалуйста, какие-то, какие вы заметили изменения в вашем, в настроении, в психологических аспектах, в вашем мышлении, как клуб, возможно, на это влияет, в характере? Ну, я стала спокойней, уравновешенней, я не стала на всякие мелочи, там, где-то кто-то сказал, я могла раньше вспылить в это, я стараюсь на это не реагировать, и принимаю более, ну, реально, всё это стало принимать более реально, так что, это мелочи, на эти мелочи не надо обращать внимания, потому что жизнь продолжается, я не хочу достаться своим детям инвалидам, я не хочу, чтобы за мной ухаживали. Хорошо понимали. Я видела, как двоюродные тётя и дядя, там, им были, и ихние дети, у них по наследству достался сахарный диабет, и они очень рано поумирали, сестра ослепла, троюродная ослепла, и в 40 с чем-то лет она умерла, брат немножко позже, тоже ослеп, и, ну, в общем, и поэтому я... во-первых, обратите внимание, у вас есть семейный анамнез? Да, да, двоюродный, у двоюродных семейных есть кровная связь, это же, наверное, не мужья и жёна, а есть кровная ниточка. Да, да, да. И семейного анамнеза, это раз, а во-вторых, вот вы говорите, вы видели на собственном опыте, как люди остаются инвалидами, слепнут, рано умирают, это то, о чём я тоже говорю, и часто люди не хотят это слышать, ну, как это вот, но это факт, и понимание этого придаёт силы для того, чтобы получить такие результаты, как, например, надежда, то есть, скорректировав питание, вы не принимаете таблетки, и у вас ровный низкий сахар, правильно я понимаю? Да, я неделю назад сдала сахар, 4,8, ну, 4,7, у меня сахар, гликира на 4,9, гликира на 4,9, ну, у вас нету диабета, у вас преддиабет, вообще вам доктор уже в карточке должен написать, что нету диабета, но я вам говорю, что у вас есть, но преддиабет, пока что, я это понимаю, пока что, да, это очень важно, друзья, я специально об этом повторяю, это очень-очень важно, а еще такой вопрос, те рационы, которые вы получаете в клубе, вы их придерживаетесь, вы их внедряете в свою жизнь? да, да, мне нравятся рационы, я готовлю, я, единственное, я там, ну, допустим, вот, борщ я не ела, можно сказать, 3 года, когда вы дали рацион, я боялась буряка, я боялась морковки, я боялась, ну, у меня желудок не позволяет, я, ну, и плюс, где там, я не могу пить, там, кефир, это очень редко, кисломолочные продукты, у меня воспаляется желудок, поэтому я придерживаюсь, сыры, да, я кушаю понемножку, но такие, белые все сыры, там, не это самое, а так, в основном, все я готовлю, а как вы думаете, как изменения вашего питания повлияли на окружающих, есть какое-то, вот вы замечаете, что что-то изменилось, там, близких, там, где-то, дома изменилось, я питаюсь, мужа я готовлю отдельно, он у меня не меняется, нет, он старотипный человек, он не меняется, а дети, дети стали, я стала, у них, они купили себе две морозильные камеры, и одну я полностью забиваю овощами, цветной капустой, кабачком, там, ну, в общем, полностью брокколи, в общем, забиваю полностью морозильную камеру, то они вместе со мной пузуются, варят себе овощные супчики, им очень нравится, все, да, они там и пекут, и то я не участвую в ихнем, я могу спечь себе, там, иногда какой-то, я выставляла в клубе, там, кексики, там, Наташа за рецепты продавала по это самое, и они ели, ну, а так как они, молодежь, по-своему живут, ну, тем не менее, они намного стали, раньше они никогда у меня ни сын не ел это, а так ему нравятся мои, допустим, они готовят капусту, супчики овощные, внучка с удовольствием брокколи ест, супа достает, о, брокколи попалась, класс, это ценность, да, это радость, то, что брокколи, вот видите, друзья, как детей научишь, так они и будут воспринимать, а скажите, пожалуйста, что бы вы сказали людям, которые вот только, или давно болеют с диабетом, и понятно, что еще меня хорошо не знают, что бы вы им посоветовали, как человек, который очень своевременно, но очень хорошо с этим справляется. Ну, я бы посоветовала пойти именно в программу, у меня просто не было финансовой возможности пойти, а у кого особенно есть, или хотя бы пройти, если такое положение, очень часто, я понимаю, еще и время такое, война, не у каждого есть работа, не у каждого есть это, но пойти, хотя бы практику попробовать пройти, послушать ваши все лекции, это очень стимулирует, это очень помогает, над этим стоит поразмышлять, мне это помогло, и помогло очень хорошо, и помогает до сих пор, я с удовольствием смотрю лекции, я пересматриваю, бывает нету времени, я уже, да, в 9 часов я уже своим отдаю ребенка, и все, не кантовать, спальню закрыла, и зашла, я тогда могу себе позволить и пересмотреть что-то, и переосмыслить, посидеть там, ну, научилась, да, я могла ложиться в 2-3 ночи, научилась ложиться спать в 10 часов вечера, первое время было тяжело, уговаривала себя спать, 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 ну, организм меняется, потому что привычки меняются, и я привыкла, я теперь в 10 часов ложусь спать, ну, иногда там, ну, в 11 в крайнем случае, да, я встаю рано, я встаю рано, я встаю в 5, полшестого, начинаю делать, ну, иду пью воду теплую, то есть, вы хотите, я верно понимаю, вы хотите сказать, что вы, в общем, подняли ваш уровень знаний о еде, об образе жизни при диабете, об особенностях заболевания, и именно это помогает справляться с диабетом, да, именно это, потому что без ваших лекций, без ваших, я была как слепой котенок, да, я держала, уже выровняла немножко сахар, там, все, я себе, по это, но мне было очень сложно, я была ограничена в продуктах, я не могла себе позволить, я люблю бурячок, я люблю винегрет, я его редко ем, не надо делать, я сейчас прилорчилась, я делаю себе винегрет. То есть, вам помогли, вам смогли помочь, кроме участия в клубе, в практикуме, даже просто бесплатные лекции мои, которые я предоставляю на YouTube-канале, верно? Да. И я хочу обратить просто внимание, для того, чтобы понимание было, что именно мои лекции помогают реально справиться с диабетом. И вот я тоже хочу обратиться к подписчикам, во-первых, то, что я проговариваю в клубе, ну, всех, кто там в практикуме, к людям, которые нас сейчас слушают, во-первых, важно подписываться на канал, потому что контент, который я делаю, он поднимает вашу системную осознанность питания, и это сохраняет реально ваше здоровье, помогает вам улучшить жизнь. Кроме того, что подписываться, если вы послушали и взяли что-то ценное, важно не забывать хотя бы ставить лайки и писать комментарии, потому что именно это помогает каналу продвигаться. Так что, друзья, подписывайтесь, не забывайте под каждым видео ставить лайки и писать длинные комментарии, потому что если вам повезло, и вы получили доступ к этой информации в океане того, что может вас сбивать с правильного пути здоровья, то также надо помогать другим людям получить доступ к этой информации. Хорошо, Надежда, А скажите, пожалуйста, а что бы вы посоветовали тем людям, которые думают, пойти ли им в клуб или нет? Для чего этот клуб нужен? Чем он им поможет? Ну, мне и лекции помогают, и просто между собой общение. Мы, как говорится, друг друга поддерживаем. Кто-то даже какое-то блюдо приготовил, показал, поддержка. Вот, вот это такое можно. Вот какой сахар? Вот мы общаемся между собою и пишем. Кто-то анализы сдал, кто-то это, у кого-то сложности. Вот заболела женщина, мы помогли, в общем, создали там какую-то банку, помогли. Пусть там это не такие большие деньги, но тем не менее, это большое общение, это поддержка, это моральная поддержка. Нет, допустим, у меня нет таких людей сейчас, тем более с внучкой, и время такое, я далеко не хожу, я мало с кем теперь общаюсь. А здесь я каждый, допустим, вечер сяду, попереписываюсь по этой, мне это в удовольствие. С Наташей мы даже иногда перезваниваемся, Жерновская мне звонила на днях. То есть одна из самых важных ценностей клуба для вас в том, что вы не чувствуете себя одной, вы находитесь в команде, в компании единомышленников, в бережной, скажем так, умной, дружественной атмосфере. Правильно я понимаю, что в этом основная ценность. Не говоря о моих лекциях, о моих проционах, о всем, что есть в клубе. Да, и для всех, кто нас слушает, кто еще есть в клубе, я хочу сказать, что это была одна из основных задач, для чего создавался клуб. Я знаю, что люди с диабетом чувствуют себя одиноко, это увеличивает стресс и депрессию, а стресс и депрессия, друзья, разум, это часть нашего тела, стресс и депрессия увеличивают выражение противоинсулярных гормонов, и это серьезно ухудшает возможность вылечить диабет, вообще справляться с диабетом. И тогда была идея у нас создать клуб для того, чтобы люди находились в команде, в сообществе единомышленников. Ну и да, там есть я, человек, который дает вам еще и полезную информацию, увеличивает ваше знание, осознание. Это помогает системно, системно справляться с диабетом. Я несколько слов расскажу о клубе, потому что, как Надежда сказала, есть программа, да, это то, где человек приходит и там за определенный период серьезно решает вопросы, из очень плохих состояний, многие выходят достаточно быстро. то клуб – это возможность продолжать свое обучение, и материалы, которые я готовлю в клубе, они касаются, там есть один рацион в месяц на данный момент, там я готовлю для вас лекции по психологии, по психосоматике. Это очень важная часть, ну и, конечно же, важнейшая часть про еду, лекции, ну то есть разную информацию, потому что ежедневно вы принимаете тысячи решений о еде. И для того, чтобы эти решения принимать в свою пользу, а не в пользу диабета, важно вот эти по граммам, по граммам увеличивать свою базу знаний грамотных, не того, что есть в интернете, вот это вот противоречивое, непонятное, да, а тех знаний, в которых вы уверены, что я вот так сделаю, и это пойдет мне на пользу. Мне это точно можно. Это снижает ваш стресс, как я уже сказала, а стресс – это серьезная причина прогресса диабета. Ну и кроме увеличения осознанности, системного поднятия ваших базы знаний, кроме рационов, конечно же, цель клуба была – это создать общение, создать платформу, где вы не будете одиноки, где вы с единомышленниками. Кроме того, участники клуба оказались такими невероятными ангелами, что сами создали внутри клуба фонд взаимопомощи и уже успешно помогли нескольким людям. Это, конечно же, потрясающе. Я хочу также напомнить, что Надежда с нами уже два года. Верно, Надежда? Да. Я почему на этом акцентирую внимание, что очень важно время. Надежда получила потрясающий результат выскочить из диабета, когда уже диагноз был вовсю, и вы уже даже какое-то время пили метформин, это такая себе работа, задача нетривиальная, скажем, на сегодняшний день. Но люди часто, они приходят и ожидают, пишут мне там через неделю в программе, А уже можно не пить таблетки с жмениями? Вот и так, друзья, я обращаю ваше внимание на то, что при том, что Надежда сразу начала предпринимать усилия, как только узнала о диабете, много сделала грамотных вещей, самостоятельно часть веса снизила, вторую часть снизила с нашей помощью. Это заняло два года. Исцеление требует времени, потому что ваша болезнь у вас развивалась десятки лет, вы просто об этом не знали. И ожидание, когда мы хотим быстро, ключевое слово быстро, то так не получается, так не происходит. Хорошо. Надежда, я вас очень благодарю за то, что вы пришли в это интервью. Мы очень рады, что вы есть участником клуба. Я сама очень радуюсь, когда я понимаю, что там происходит, как это поддерживает каждого из вас. Ну и напоследок, может быть, вы еще что-то хотите добавить людям, у которых в семьях есть диабет, или давно болеют, или опустили руки, или, а может быть, кто-то сидит и слушает, да что они говорят? Только таблетка, что я сделаю, ничего сделать не могу, и так далее. Нет, таблетка не помогает. Ни в коем случае. Она может какой-то период, она и помогает сбить, стабилизировать, но потом это все равно поднимается, потом таблетки добавляются, и поэтому надо просто менять образ жизни. Можете в программу, надо менять питание полностью. Я понимаю, что я выскочила, можно сказать, из диабета, так сказать, я это прекрасно понимаю, но образ жизни я менять не собираюсь. Я буду питаться так, как я уже питаюсь. Я так привыкла. Мне все устало, мне так комфортно. Да, это бывает сложности. Мужу готовлю отдельно, дети, мы питались все вместе, дети стали, я говорю, дети, вы теперь сами, вы взрослые, питайтесь. А мы здесь сами будем питаться. Дедушки я готовлю, он у меня консервативный человек, все по старинке. Слава Богу, готовить я умею, и поэтому я могу даже не пробовать, а все это делать на глаз. Его устраивает все. А я свою цель поставила. Вот, теперь я поменяла, я не хочу быть инвалидом, я не хочу, чтобы у меня гнили ноги и тому подобное, потому что у меня у подруги, у нее был диабет, она ходила за мужем, 15 лет был парализованный муж, и она на себя не обращала внимания. Мужа схоронила, а у нее был диабет сумасшедший. Собачка дотронулась, как говорится, не укусила, а только ударила ногу, и в нее начала гнить нога, ее лечили, лечили, в течение года моей подруги нет. Я вас очень благодарю. Я вас очень благодарю. именно людям с диабетом. Можно нормализовать питание, и будет все нормально. Сахар падает, и человек себя чувствует прекрасно. И я очень благодарю вас, Надежда, что вы пришли и поделились вашим опытом. И в завершении эфира хочу еще один акцент поставить. Я как психодиетолог, клинический диетолог, вижу, что одним из факторов успеха, это невероятный успех выскочить из диабета. И вот кто будет слушать это видео, поставьте, напишите комментарии. Вы же наверняка, каждый из вас об этом мечтает. Обратите внимание, один из важнейших факторов успеха в случае с Надеждой четкое осознание последствий диабета. Надежда пришла в практику не тогда, когда она слепла или гнили ноги, или еще что-то, но она прекрасно понимала, что будет дальше. Когда эта стратегия, когда мы надеемся, что нас пронесет, это не про меня, и люди ничего не делают. Надежда сражалась самостоятельно, то есть она, когда узнала, что диабет, четкое понимание последствий, да, да, последствия бы наступили, скорее всего, Надежда лет через 10, не ранее, да, четкое понимание последствий привело к тому, что Надежда начала сражаться первое время самостоятельно и очень успешно, но я себе представляю, сколько усилий было предпринято, сколько было поисков, как это все делалось на силе воли, ну, так, наверное, я просто, ну, я же знаю, есть не только процент людей, которым это удается, на самом деле, есть такой процент людей, вам помогла очень четкая мотивация, ваша дисциплинированность и ваша невероятная сила воли, невероятная сила воли, с ошибками, но потом уже вам повезло, да, и вы нашли путь, подсказку, как исправить ошибки системно и идти дальше, и войти уже в зону комфорта, не сидеть постоянно на силе воли, правильно, а комфортно, с удовольствием, потому что на самом деле задача, то, о чем вы сказали, внести изменения в жизнь навсегда, и вот Надежда очень ценно поделилась, сама сказала, что я не желаю менять обратно образ жизни, то есть, переводя на простой язык, кто нас сейчас слушает и думает, не отдам свой мешок картошки, да, как вам ваши знакомые говорят, я не буду это есть одни овощи, друзья, вы очень заблуждаетесь, вы просто до этого предпринимали неграмотные попытки, силой воли, как у Надежды, у вас не хватило идти дальше, не хватило у вас осознания последствий чёткого, принятия правды, для того, чтобы на силе воли идти, есть создана программа, где это вкусно, сытно, это надо просто проверять, даже если вы уже в себе разуверились, надо проверять, просто пробовать, и поверьте, что это можно решать и более лёгкими методами. Мы, раз у нас так зашло о клубе, мы оставим ссылку про клуб под этим видео, так что это очень хороший метод, попробовать, попасть в эту нашу атмосферу, да, общаться, не чувствовать себя одиноким, получать всю информацию, так что можете записываться в видео, по ссылке, в клуб, по ссылке под этим видео, убедиться хотя бы на тех рационах, которые вы получите в клубе, что здоровое питание может быть вкусным, но это не здоровое, в общем, вы знаете, как я отношусь к этим всем навязанным нам питациям, что нормально питаться для своего здоровья, это может быть очень вкусно, сытно, не на силе воли, и что это даёт потрясающие результаты, дать себе время, смелость осознать будущее и выбрать, в какое будущее вы идёте, а о том, как достигать желаемого будущего, вот надежда, в частности, сегодня с вами поделилась своим опытом. Я вас поздравляю, очень радуюсь вашим успехом, благодарю вас, что есть в клубе, я очень рада, что в нашем клубе такие потрясающие люди, которые не сдались, которые порешали свои вопросы и готовы поддерживать и вдохновлять окружающих тоже.